Приветствую вас и вообще это очень естественно, нормально, знаете ли, воспринимать те события в жизни, которые происходят с нами, негативно, если они, ну условно говоря, если они происходят в непосредственной близости от того, что мы делаем всегда и обычно. Ну, то есть, давайте я попробую вам пояснить свою мысль, чтобы было немножечко понятнее. Вот предположим, что вы всю жизнь, да, ну вот как вы говорите, ходили на кузнацию, там что-то делали, а потом выясняется, что в этом месте происходит достаточно веское событие, да, ужасное событие. И вы, конечно, понимаете, что теперь вы не будете там ходить. Что это? Плохая, ненормальная реакция на данную проблему? Нет. Это абсолютно естественно. Действительно, очень страшно, когда такие события происходят. И надо сказать, что совершенно нормальная ваша реакция. И нужно и необходимо принять определенные меры предосторожности для того, чтобы не попасться даже случайно на эту неприятную ситуацию. Но, с другой стороны, негативные события происходят очень часто. Сводка происшествий, криминальная хроника, все это в разных местах. И нужно понять, в первую очередь, что вы, да и никто в целом мире не застрахован от того, чтобы с ним не произошло что-то плохого. Но, если это произойдет, то нужно быть к этому во всеоружие подготовленным. Нужно быть к этому во всеоружие готовым. А для этого нужно как раз таки что-то сделать. То есть, что именно можно сделать? Вам нужно подумать. Какие меры предосторожности принять? Может быть записаться в секцию самообороны? Может быть озаботиться приобретением оружия, индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты? То есть, вместо того, чтобы переживать и думать, вместо того, чтобы волноваться, постарайтесь именно для себя выбрать оптимальный вариант, оптимальное значение, оптимальный способ защиты от того, что может произойти. То есть, чтобы если это случилось, да, чтобы если это произошло, то вы хотя бы, хотя бы знали, как вам себя в этой ситуации вести. Вот и все. Это в том, что касается конкретно негативного происшествия и возможности его наступления. Нужно отдельно сказать о том, что человек, который боится, он свое поведение, к сожалению, строит так, что притягивает эти самые негативные переживания. Вот вы даже сами пишите, что боитесь темноты и неприятности к вам притягиваются. Так вот, одно связано с другим. Вы боитесь, страх влияет на ваше действие, и действия притягивают неприятности. Я бы не сказал, что у вас есть именно глубинный страх, хотя, безусловно, он и может быть. Я думаю, что имеет место быть тревожность. И вот о тревожности и о страхе мы с вами поговорим. Если говорить о тревожности, то она появляется тогда, когда человек не реагирует должным образом, не реагирует правильно на изменения обстоятельств его жизни. Как это можно перенести на вашу конкретную ситуацию? Давайте попробуем, попробуем пояснить, попробуем подумать. Вот вы увидели, что произошла некая плохая, некая ужасная история. И вы, конечно, испытываете дискомфорт, от этого, конечно, вы испытываете негатив. Но в целом-то вы не собираетесь как-то менять свою жизнь, верно? В целом, вы не собираетесь ведь как-то что-то делать со своей жизнью, чтобы кардинально и качественно изменить ее условия? Думаю, что нет. И именно поэтому у вас есть тревожность. Тревожность проявляется всегда, когда человек не реагирует должным образом на те негативные обстоятельства, которые с ним происходят. Вам нужно не просто воспринимать обстоятельства. Вам нужно стараться вместе с ними меняться самой. Вам нужно стараться через них, через эти обстоятельства. Вам нужно стараться самой развиваться, самой расти. И только тогда у вас будет шанс, что тревожность уйдет. Только в этом случае. Я надеюсь, что этот момент вам более или менее понятен. Дальше. В том, что касается страхов, то здесь ситуация несколько более сложная. И вот почему. Дело в том, что К ощущениям страха есть несколько подходов. Вот вы говорите, что вы боитесь темноты. Но и что есть темнота? Темнота есть неизвестность, неопределенность, возможность наступления каких-то негативных обстоятельств, ну, по отношению к вам, скажем так. Вот давайте мы с вами определимся, наступили ли обстоятельства уже эти негативные или нет. Если они наступили уже, то это не страшно для вас. Почему? Потому что это конкретные жизненные обстоятельства, конкретные жизненные условия, Которые, ну, которых уже не нужно бояться. На которые нужно реагировать. И именно это вы делаете. Вы реагируете на эти условия. Вы реагируете на то, что с вами происходит. Хорошо. Значит, каждый раз, когда вы боитесь такой неизвестности, вам нужно задавать себе вопрос, а произошли ли эти негативные обстоятельства еще или нет. Потому что если нет, то бояться ничего. То есть вам нужно всего лишь нашего просто себя стараться отдергивать. И все. Старайтесь, старайтесь, старайтесь отдергивать свои страхи, чтобы они не мешали вам жить. И нужно реально отдавать себе отсчет в том, чего вы боитесь. Когда вы просто боитесь, это всегда что-то, ну, это всегда что-то, знаете, что-то такое, я бы сказал, мистическое. То есть мы всегда боимся чего-то мистического. А когда мы задаем себе вопрос, а чего же мы, вот, собственно, боимся, это уже не мистично. Это уже, скорее, рационалистично. Что, конечно же, носит принципиально иной характер. Характер более естественный, более правильный, более рассудительный, а значит и более эффективный для вас. Вот на этом вам и нужно концентрироваться. Далее. А далее, далее скажем так, что, скорее всего, какое-то время назад вас что-то очень сильно напугало. Было это, скорее всего, в детстве, может быть, в раннем детстве, может быть, в подростковом возрасте, что не так уж и важно на самом деле. Но, тем не менее, вас что-то напугало, и вы теперь, вы теперь боитесь. Именно из-за того, что тогдашний ваш страх, вот, тот первичный, он не был проработан, он не был пережит. И из-за этого вы теперь чрезмерно чувствительны. Как сказала вам и сказала совершенно правильно моя коллега, здесь нужно искать первичный страх, то есть момент, с которого вы вот так вот боитесь. Потому что не внешние условия на самом деле пугают вас. Внешние условия, они происходят со всеми с каждым из нас. то есть все, в принципе, люди считают. Ну, все люди в курсе примерно основных событий, которые происходят в мире. Ну, вот, далеко не все испытывают такие вот негативные ощущения происходящего. Даже если это случается непосредственно с их домом. это случается непосредственно рядом с ним. И вот это нужно понимать, что у вас есть какой-то внутренний катализатор, внутренний катализатор вот этого негативного переживания, который, который, точнее, и заставляет вас так себя чувствовать. соответственно, отыскать этот катализатор, убрать его и освободить вас от негативного действия приведет как раз к тому, что у вас будет все хорошо, вы перестанете бояться. Суммируя все вышесказанное, можно условно разделить все действия по решению вашей проблемы на несколько основных частей. первое это внешне, она касается проработки именно каких-то внешних физических объектов. Тут вам понятно, нужно обезопасить себя, тут вам понятно, нужно действовать достаточно последовательно, логично, чтобы предотвратить наступление негативных последствий вашей жизни. Когда речь идет о внутреннем, если говорить о приводности, то вы работаете с повышением адаптации к изменяющимся условиям, то есть не стремитесь сохранить свои модели поведения такими, какие они есть в любом случае. Если говорить о страхах, то всегда нужно дараться переводить эти драки из области мистических представлений в область рационалистических. И тогда вы не будете бояться, потому что бояться вам попросту будет нечего. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личную помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.